Привет дорогие друзья! Очередное нападение на табор ромов. Теперь с трупом. Есть один убитый, есть несколько раненых, задержаны нападавшие. Они принадлежали к группе трезвая и злая молодежь. Также они входят в состав, во всяком случае они близки с Misanthropic Division. Misanthropic Division это та организация, которой мы посвятили несколько материалов на этом канале. И это та самая организация, существование которой замалчивалось, намеренно замалчивалось украинскими средствами массовой информации. Теперь коротенькая на несколько секунд хронология. Только того, что происходило за последние пару месяцев. И вот наконец труп. То есть до этого нападали, 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 нападали и вот наконец труп. До этого тоже могли быть трупы. Просто тогда повезло. Что тогда заявил, когда было первое нападение, о котором очень-очень много говорили, громко было. Что тогда сказал начальник киевской милиции, не помните? Полиции, то есть, да. МВД. На Лысой горе сожгли мусор, а не лагерь цыган. Криченко заявил, что цыгане на Лысой горе вырубали деревья, развозили грязь. Вот. И пришли активисты и просто убрали мусор. Вы, конечно, помните, что произошло потом. Потом средства массовой информации обнародовали видео, где было видно, что выгоняют людей, как выгоняют и как это все происходило. После этого полиция сделала вид, что она будет что-то там выяснять и разбираться. Тут фишкой было что? Что участники разгона, они себя не скрывали. Наоборот, они об этом открыто заявляли, открыто заявляли о своей позиции. То есть полиции не надо было особо прилагать каких-то усилий, чтобы искать кого-то, проводить какие-то следственные действия. Они ничего не делали. Ничего. И вот сегодня президент Пасе осуждает нападение на цыганскую общину в Украине. Там звучат такие определения, что мы шокированы. Мы шокированы. И моментально украинская сторона тоже начинает быть шокирована. Начинают делать заявления Кулеба. Много, много граждан начинают делать заявления. Да как же так? Как же это могло произойти? Все похоже на какую-то большую шутку, знаете? Президент парламентской асамблеи Ради Европы зазначил, что напад на ромский табор викликал у него потрясение и жах и висловил співчуття близким и родным загиблым. И вот уже они звонят советнику министра МВД Заряну Шкиряку. Инцидент должен получить жесткую оценку. Это позорное вообще нападение. Да это ужас. Да это кошмар. Такие вещи точно генблять нас, как европейскую державу. И в будь-якій демократичной державе, как я уже сказал, є просто неприпустимыми. Такие вещи позорят, позорят наше государство, европейское государство. Это все недопустимо. А далее Шкиряк рассказывает о том, что надо выяснить, кто вбил голову этим детям практически, что они могут идти и кого-то убивать. И тут безумовно є питання, що до того, хто саме вбив у розвитку цим, ну фактично юнакам, фактично дітям, здійснювати ось такі ганетні вчинки і важкі кримінальні злочини. Далі советник міністра МВД Європейского государства говорит, що вне зависимости от того, ну что это, цыгане, да, мы можем относиться как угодно, но не значит, что мы должны їх убивать, да? По відношенню до конкретної етнічної групи. Вы знаете, що можна по-різному відноситись до тих чи інших людей, але ось ці самосуды... Можна по-разному відноситься, але самосуды все-таки недопустимі. Ну, друзі, давайте будем толерантними. Дані ситуації прикройте, що цю ситуацію вміло, манипулятивно використовує наш ворог. Ну, звісно, це главное. Цей ситуацією може використовуватися Російська Федерація для того, щоб нас опять опозорити. Давайте посмотрим, наскільки сильно возмущали Заряна Шкиряка предыдущі нападення. Це п'ятое, а предыдущі? П'ятое було 21 апреля. Я полагаю, що хотіли приурочити дню рождения Гитлера на самом деле. Так, ну Заряна Шкиряк про церковь пишет. Нет, Заряна Шкиряка тогда абсолютно не впечатлило, це нападення. Абсолютно, ні одного слова не впечатлило. О, 10 мая. Якщо в цей раз государство адекватно не отреагує, це означає полну імпотентність держава. Але це, скоріше всього, в відповідь на нападення 9 мая. А, ні, це він предлагає телеканалу закрити за те, що вони транслировали що-то не то. Понятно. Ну, неужели він не отреагував никак? Комуно-фашисты, кремлівські мракобеси з Інтера. Це він гнобить средства масової інформації. Ммм, про нападення на цыганский табор нічого, ні слова. Смерть врагам, Україна живет. І фоточка з пресс-секретарем МВД. Все довольны, все улыбаються, все под контролем. Может быть, його взволновало следующее нападення? Давайте посмотрим. Нет, почему-то не взволновало. Я даже сам не знаю, почему Заряна Шкиряка це нападення взволновало, а предыдущее нет. Посмотрите-ка. Ми полностью готовы. І все таке прочее. Більше того, до заявлений офіциальних лиц з Євросоюзу, їх і нове нападення не... О, Мураев, сука, цинична путінська гнида. Ну, это то, чем занимаются обычно советники министров. Ну, нет, його не заинтересовало. Не заинтересовало ни третье, ни четвертое, ни второе нападення. Его сейчас заинтересовало пятое нападення. І он думает, кто же довел до того, что люди начали понимать, що вони безнаказанно можуть нападати, бити кого-то і убивати. Рифат Чубаров тоже видит. Он видел российский след в этом все. Я просто впевнений в тому, неважливо, звідки тягнуться, як кажуть, витоки, але те, що це сталося напередодні розгляду в паре питань політичних вязань. А, видите, ну, сразу видна рука врага. Потому що в пасе будуть розсматривать вопросы політичних заключенных. І тут нападення на табор, понимаете? А предыдущі к чому були приурочені? Предыдущі. Почему на них никто не обращал внимания, кроме правозащитників, которые говорили, що скоро закончатся трупами? Что сьогодні? Нападі на румський табір у Львові членник Служби безпеки України Василь Грицак побачив російські сліди. Это не шутка. Предыдущі рази нападали националистические організації, которые не скрывали, что это они нападали. Лица открытые. Люди давали коментарии, интервью раздавали. Российский след. Пятое нападение. Четыре предыдущих безнаказанное. Схожа організація була зареєстрована в 2014 році і в Росії. Якщо він мизантропик дивіжн, то мизантропик дивіжн действував на території Євросоюзу так же. Получається, здесь європейський след, да? Мизантропик дивіжн действував на території України абсолютно безнаказанно. Концерты проходили в центре Києва, де люди с флагами нацистскими были, де зигавали, выкрикивали там речовки нацистські. Нікому не було дела. Пятое нападение. Тим більше тут настали тяжкі наслідки, загинула людина, як майже десять чек поранено, отримали ножі поранення. Ми розуміємо, що за цим дійсно може стояти, я не можу сказати 100%, це буде некорректним, але може стояти Росія. За цим може стояти Росія. то за предідущі 4 нападення хтось понес би наказання. Так це Росія хоче представити Украину вот такой вот страной. «Где в этом Росія? 4 предыдущих нападения. Люди не скрывались. МВД ничего не делало. Дела спускались на тормозах. Заявления закрывались. МВД знаете, что заявило? Они сказали, к нам никто не обращался. К нам никто не обращался, поэтому мы и не открыли уголовное дело. То есть, если бы произошел подрыв памятника какого-нибудь в центре Киева, и никто не обратился бы, то МВД бы не возбудило уголовное дело». Также украинское государство, как говорят, европейское украинское государство, решило проспонсировать из бюджета организацию, которая первой напала на табор ромов. С-14 получили государственное финансирование. То есть, то, что мы видели несколько дней тому, когда взрывали лекцию о проблеме расширения ультраправых рухов в Украине во время докудеизма, мы там видели конкретных людей с правой сектора С-14, мы там видели людей из национального корпуса и организации «Традиция и порядок». А это уже канал Петра Алексеевича Порошенко, пятый канал. И вот здесь вот защитница прав человека, рассказывает, еще убийства нет. Но были уже предыдущие нападения. И было нападение, в частности, на лекцию. Собралась лекция по правам человека, напали люди, не скрывая себя, полиция ничего не сделала. Також я хочу наголосить, что, например, на странице правого сектора, если зайти на странице самого правого сектора и руководителя, например, за ГАЗЕЯ, у них там есть отверто, открыто, они анонсуют, там, карты своих приватбанков, куда они собирают гроши, на то, чтобы кого-то залякать, або решать какие-то проблемы. Она рассказывает о том, что на страницах правого сектора анонсируются будущие нападения и собираются деньги для этих нападений через счета украинских банков. А вот ведущий, который очень близок к Петру Алексеевичу Порошенко, Гайдукевич, он говорит, что нет, эти организации трудно называть организациями с оружием. Нет, ну что-то там один кто-то сказал, нет, оружия у них, наверное, нет. Украину на сходу. Ну их важко зараз сказать организациям из изброи, потому что кто сляпнул, что там мы наступного разу пройдемо с изброей, то сказано одниєю людиною не є висновком, что це організація, які мають изброю. И вот здесь важно. Она говорит, проблема в другом. Проблема в том, что полиция не регистрирует заявление. Проблема в том, что не расследуються такого рода преступления, нападения, запугивания. Не расследуються. Проблема здесь в ином. Проблема в том, что эти заявления либо не регистрируются в нашей полиции, потому что им часто кажется, что они незначительны. А если регистрируются, то регистрируются как обычное хулиганство, а не преступление на почве ненависти. И вот здесь вот она говорит, что в соцсетях эти люди зигуют, в соцсетях эти люди с нацистской символикой. Гайдукевич тоже прерывает, он объясняет, что есть гибридная война, поэтому эти все фотографии могут быть фотошопом. Фотошоп, не верь глазам своим. То эта идеология равна фашизм. И они не особо в принципе это скрывают. Можно найти очень много фотографий там, где они зигуют, там, где они стоят и фотографируются с нацистской символикой. Ну, снова же таки, фото, это может быть... Я думаю, что вы знаете, что такие информационные войны, вы знаете, что такие фейковые фото. Все это мое место быть. Вот и все. Это фейковые фото. Фейковые фото. Такого не может быть. Виталий Викторович Регер. Это боец батальона ОУН. Батальона ОУН, которому государство выдало оружие. Вот здесь рассказывается про то, что неизвестный его ранил. Видите, какую фотографию поставили? Бойца. Бойца батальона ОУН и сообщил о нападении Евгений Карась из С-14. С-14 та самая организация, которая в открытую просто. Они сообщили мы идем и напали на лагерь Ромов. С этого все и понеслось. С этого все и началось. Нападение на бойца ОУН расследовалось полицией. Не так, как расследовались нападения на цыганские таборы. В течение нескольких недель полицейские установили мужчину, который может быть причастен к этому преступлению. Об этом сообщает Крищенко. Андрей Крищенко. Это тот самый, который сообщал, что нападения на лагерь Ромов не было. Просто сожгли мусор. Это тот, тот же самый человек. При этом данный гражданин Регор, он уже находился под следствием, потому что он с ножом напал на иранца. Сам Виталий Регор является подозреваемым по делу о хулиганстве по статье 296 части 4 криминального кодекса. 8 марта этого года он нанес ножом колото-резанные раны плеча гражданину Исламской Республики Иран. Как вы думаете, почему боец ОУН нанес колото-резанные раны гражданину Ирана? Просто на бытовой почве какой-то или из-за расовой нетерпимости? Отгадайте. Отгадайте с первого раза. Почему я обратил внимание именно на этого человека? Потому что этот человек, находясь под тяжкой статьей, не получает никакого наказания и на днях совершил нападение на мою журналистку. Ну а теперь я передаю привет администрации президента, каналу президента, всем этим лугунам, которые сейчас делают вид, что для них это стало чем-то чем-то неожиданным. Мы постараемся перевести это видео на максимальное количество языков для того, чтобы там увидели, как украинская власть врет. Я вам показываю фотографии фейковые, да? Фотографии Виталия Регора, который, находясь под статьей, продолжает нападение на журналистов и плюет на закон. А полиция не делает ничего. Приготовились? Субтитры сделал DimaTorzok 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 Слушайте, как же могло случиться нападение это на табор ромов? Как могло произойти это убийство? Ведь Украина европейское государство. Подписывайся, чтобы ничего не пропустить. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok